В минувшую пятницу футбольный клуб «Текстильщик» провел очередной матч в рамках первенства России. На своем поле ивановцы принимали команду «Вологда» из одноименного города. Уже на первых минутах матча поле покинули двое футболистов. В борьбе за мяч защитник «Вологда» ударил головой ивановского полузащитника Константина Подкорытова. Как итог у игрока «Текстильщика» перелом носа. Его оппонент получил красную карточку и был удален с поля. Дальше команда соперник продолжала игру уже в десятером. На 31-й минуте нападающий Павел Фтюрин открыл счет матча. Практически весь остаток таймы ивановцы безраздельно владели мячом. Но забить еще раз в первой половине игры у них так и не получилось. Момент очень был хороший, когда забили первый гол. На вес был очень хороший. Играют они в пас очень хорошо. Они играют тактично. Понимают, как они играют. Второй тайм также прошел за преимуществом хозяев поля. Работы у вратаря «Текстильщика» Андрея Романова было немного. Зато голкиперу «Вологда» скучать на посту не приходилось. На 80-й минуте матча одна из атак капитана нашей команды Евгения Лосева завершилась голом. Итоговый счет встречи 2-0 в пользу хозяев поля. Автор первого мяча Павел Фтюрин считает, «Текстильщик» победил благодаря сплоченности команды. «Большое желание забить голу. Хорошо, что это получилось у меня. Молодец Саша Брунов отдал пас Жене Лосеву, тоже второй гол забили. Он нам очень был нужен. Забили, и потом уже просто довели встречу до логического завершения. И я считаю, что все рады, все довольны». Все, кроме команды соперника. «Тактическая схема была, определенно к этой команде, но все было поломано в данной ситуации. То есть команда «Молода» играла 90 минут в десятером. Это и опытной команде достаточно сложно сделать». По словам наставника «Красно-Черных», его команда победила не из-за численного превосходства, а благодаря усиленной подготовке к игре. «Знали, что соперник – организованная команда, всей командой старается обороняться. Это было видно и по агрессии, и по началу матча. Нанесли тяжелую травму нашему футболисту. Может, где-то даже и сыграло им эту роль, что они в десятером организовались, еще более мотивированы стали. Поэтому было сложно скрывать эту оборону. Но еще раз повторю, благодарен ребятам, что молодцы, вытерпели, что дожали и выиграли 2-0». Этот матч поменял акценты в турнирной таблице первенства. С шестого места «Текстильщик» поднялся на второе. Теперь от лидера команды «Псков-747» ивановцев отделяют всего три очка. Наталья Романова, Андрей Семиулков, РТВ «Иваново». Итак, «Псков-748» ивановцев отделяют весь.